намастэ дорогой друг я надеюсь что у тебя все отлично и что ты отлично справился с предыдущим занятием с позой воина вирасаны надеюсь что ты смог ее продержать 15 или 20 секунд что у тебя хватило сил или может быть даже больше а сегодня у нас новая асана мы переходим к новым асанам перевернутым они делаются с положения лежа на спине с поднятыми ногами и название нашей асаны сегодняшний это сарвангасана стойка на плечах она является царицей асан почему ее называется рицей асан потому что она считается омолаживающей асаны она работает полностью со всем телом то есть она очищает полностью тело от токсинов в чем ее плюсы для нашего тела так как она перевернутая то есть у нас ноги поднимаются вверх то значит у нас естественно происходит отток венозной крови от ног к сердцу и за счет этого у нас получается кровеносная вся система быстрее обновляется то есть и сердце и все сосуды работают намного лучше что же еще полезного в этой асане так как мы поднимаем ноги наверх при этом у нас поднимается полностью весь корпус и мы получается немного зажимаем подключичную ямку и здесь происходит у нас работа щитовидной железой щитовидная железа у нас отвечает за гормоны то есть естественно мы с помощью этой асаны можем привести полностью гормоны в норму также если ты находишься просто в плохом настроении если у тебя что-то не получается то это асана одна из тех которые просто поднимет тебе настроение ты станешь чувствовать себя намного лучше также еще один из плюсов то что она прорабатывает полностью в сеть все тело она делает полное вытяжение ног спины и также у нас получается за счет нее становится более крепкими и сильными руки полностью предплечье запястье кому эту асану нужно делать более облегченные варианты или кому ее делать вообще нельзя заменять на какие-то другие асаны если у человека серьезные проблемы с позвоночником сильные протрузии и грыжи тогда мы ее заменяем на более облегченный вариант также одни из противопоказаний в этой асане их нельзя делать во время менструации и беременности во время менструации беременности вообще нельзя выполнять многие перевернутые асаны то есть это опасно для женского здоровья также если есть проблемы с шейным отделом позвоночника тоже выполняем аккуратно или делаем облегченный вариант у людей у которых давление артериальное также не делаем это вас ну сделаем облегченный вариант сейчас приступим к выполнению данные асаны также хотела сразу сказать о предостережениях когда мы ее делаем то есть когда мы опускаемся полностью на коврик то есть мы не поворачиваем голову мы смотрим только вверх и также мы не разговариваем мы просто спокойно дышим сейчас переходим к выполнению данной асаны садимся выпрямляем ноги и положимся на коврик и хотела бы сделать поправку если вдруг у вас майка примерно такая же как у меня ну то есть свободная и длинная ее можно немного заправить чтобы когда вы делали асану она вам не упала на лицо если же у вас майка нормальная прилегающая плотно к телу то в принципе заправлять майку не обязательно просто слегка подправьте чтобы вам было удобно чтобы она не мешала вам выполнению асаны подправили майку ложимся руки ставим вдоль туловища ладонями вниз если у вас на голове девушки резинка то ее немного подправляем чтобы она вам не мешала на макушке ноги прямые сделайте полный выдох и со вдохом прямые ноги поднимаем на 90 градусов носочки тянем вверх и постепенно уводим ноги назад отвели ноги назад поставили руки на поясницу подвинули поближе к друг другу предплечье локти и выводим прямую спину вверх носочки тянем вверх вас они я предупреждала что нельзя разговаривать я сейчас просто вам объясняю и хорошо делаем вытяжение держим асану 30 секунд и на выдохе чтобы выйти из асаны нужно опустить ноги немного назад опустить руки вдоль туловища и здесь очень важно не кидать позвоночник а позвоночник за позвоночником не поднимая голову и не поднимая верхнюю часть корпуса опустить позвоночник до копчика ноги прямые и следующим шагом прямые ноги опускаем максимально медленно вниз хорошо сейчас я покажу более упрощенный вариант входа и выхода из асаны если вам будет тяжело делать именно такой вариант здесь можно согнуть ноги сначала приподнять стопы от пола и потом выпрямить ноги увести ноги назад и сделать позу сарвангасаны и отсюда получается с позы сарвангасаны уведите плавно ноги назад опустите руки вниз также позвоночник за позвоночником здесь можно слегка придерживать себя чтобы не перевесила тело и чтобы у вас не поднялась голова носочки потянуть вверх согнуть колени опустить ноги вниз и выпрямить это в том случае если вам тяжело опускаться получается с прямыми ногами из максимально медленно опускать спину делаем этот вариант упрощенный вариант для тех у кого артериальное давление или менструации беременность то есть можно делать более облегченные варианты чтобы не навредить вашему здоровью мы тоже ее делаем с положения лежа опускаемся руки вдоль туловища и просто приподнимаем прямые ноги носочки тянем вверх и держим это положение 30 секунд если вам тяжело сразу поднимать прямые ноги то тоже также сгинаем в коленях поднимаем стопы выпрямляем и держим и также в таком же положении опускаем каждый выбрал свой вариант здесь майка уже можно поправить сейчас мы будем делать контр позицию компенсирующую асану так как у нас в позе сорвангасаны идет давление на полностью шейный отдел позвоночника то нам необходимо сделать компенсацию сейчас мы будем делать мать асану это поза рыбы принимаем положение сидя ставим наше предплечье в упор и и получается мы отсюда толкаем нашу грудную клетку вперед и не получается вверх и вперед и уводим голову максимально назад если получается опускаем макушку на коврик держим это положение 30 секунд если вы чувствуете что вам тяжело опустить голову полностью на макушку то просто делаем облегченный вариант руки ставим и голову слегка уводим назад держим если же у вас проблемы шеи то просто хотя бы в этом положении держим как правильно выйти из мать асаны голова на макушке и плавным скользящим движением головой опустились выпрямили спину сделали вдох выдох и поднимаемся садимся я думаю что у вас очень хорошо получилось сделать сорвангас но если она даже может не получается у вас первого раза то пробуйте сначала с облегченного варианта и потом следом пробуйте более сложный вариант но главное не торопитесь и главное правильно из нее выходите чтоб не было никаких травм и задание сегодняшнее выполнить сорвангасану позу свечи 30 секунд вы можете сделать два подхода или же сразу один подход и увеличить до одной минуты также после сорвангасаны нужно сделать позу рыбы мать асану около 30 секунд если вы делаете сорвангасану 30 секунд томать асану 30 секунд тоже если же вы сделали чуть больше то вы делаете то количество секунд которые провели сорвангасану компенсация очень важна после этих асан я желаю всем продуктивной практики намастэ